Я говорю неплохо, я говорю правдиво. Я хочу спросить, обсуждается ли возможность возврата Крыма России? Да не дай бог. А как вы себе это представляете? Подождите, но мы не вернули себе Абхазию и Осетию. Это независимость. Ну, объясню. Потому что, во-первых, нет никакого юридического основания. Я понимаю вопрос. Не дай бог, а зачем вам Крым? Подождите, а почему Крым? Ну, вот чем вам Крым? Нет, я объясню. Нет. Еще раз вас спрашиваю. Еще раз вас спрашиваю. Вот вам Крым зачем? Дослушайте. Вы слушать будете или нет? Не будете, да? Нет, вопросы уже задали, про Крым отвечаю. Значит, почему нельзя возвращать Крым? А почему Крым? Почему не Финляндию? Финляндию отдал Владимир Ильич Ленин. Она тоже была наша. А почему не Польшу? Она перешла после раздела, который был. А почему не Среднеазиатские республики? Грузию и Армения? Почему мы согласились с разделом 91-го года? Ну, давайте вообще себе соберем русскую империю в границах, скажем, 1905 года. С какого момента истории мы будем считать, что можно, что нельзя? Вот какой момент мы устанавливаем? Если мы говорим, мы устанавливаем момент, когда был Хрущев, почему Хрущев? Почему не другие? Это же основной вопрос, который всегда возникает. Когда мы говорим, а вот давайте Хрущев отдал, мы присоединим, но Хрущев же отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определенных документов. Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар? Вы предлагаете их уничтожить? Вот мы туда войдем и скажем, что? Давайте их всех уничтожим? Это такая же ситуация, как с Нагорным Карабахом. Когда азербайджанцы говорят, ну вот, это же наша территория, это же мы, на что им говорят армяне, извините, в Нагорном Карабахе всегда жили армяне. Вот в Ереване меньше веков живут армяне, а в Нагорном Карабахе просто всегда. Вы можете взять эту территорию, но для этой цели надо уничтожить всех армян. Мир согласится с такой ценой? Вот без болтовни про то, кто древний. Вот мир согласится ценой уничтожения всех армян, забрать Карабах. А я вам отвечаю, вы согласитесь пожертвовать и каким количеством жизней русских и украинских солдат, чтобы забрать Крым? Сколько вам не жалко? Еще раз говорю, сколько крымчане как раз против. Потому что крымские татары вообще хотят у себя там уже строить такое общество, которое нам сильно не понравится. Там уже давно, тем более, когда мы говорим о Крыме, там вообще много вопросов. Мы Крым завоевали. Мы Крым завоевали, это известно было покорение, оторвали там у Крымского ханства, но там много чего было. Поэтому если это вопрос, с какого момента вы считаете? Жалко, Крым жалко, и Финляндию жалко, и Швеция когда-то была нашей, и часть Польши жалко, и Армению жалко, и Грузию жалко, и Узбекистана, все жалко. Пойдем воевать? Не пойдем. А, их не надо, понятно. А вы с крымскими татарами будете разбираться? Попробуйте, вам понравится. Будем. А вы уже задавали вопрос. Я не на вопрос. Вот, извините, вот девушки есть, можно? Давайте. Доброе утро.